Великая Отечественная Война победоносно завершилась! С каждым годом участников Великой Отечественной Войны становится все меньше и меньше. Еще меньше женщин, которые наравне с мужчинами хлебнули сполна все тяготы войны. Среди них Антонина Александровна Ершова. Недавно ей исполнилось 98 лет. Она согласилась с нами встретиться и рассказать о пройденном фронтовом пути. Родилась я 28 января 1922 года в селе Кадышево Корсунского района Ульяновской области. В 8 лет мы из села уехали оттуда. Сначала в Кузнецк, потом в Чувашию. Голодные годы были. А в Чувашии всех, кто работал, кормили горохом. И вот я на горохе выросла. Из Чувашии семья Тони переехала под Ульяновск в село Петровка. Сейчас она покоится под водами Куйбышевского водохранилища. А учиться она пошла в школу номер 5 на Нижней террасе. Я закончила школу летом в июне 1941 года. Только закончила и война. 22 июня война началась. После окончания школы Антонина Александровна, как и многие ее подруги, мечтала поступить в институт. Но война показала свой план. Отправили меня на окоп копать. Противотанковые рвы. Около Тагая. А тогда зима была очень суровая. 40 градусов зима была. Копать было невозможно. Ломам ее. Сначала ломами, ломом, ломом. А потом до мягкого грунта доходили. Потом уж лопатой. Но мы эти противотанковые рвы выкопали. А потом поступил приказ о мобилизации Антонины на фронт. В 1942 году Антонина Александровна 3 месяца училась на связиста-телеграфиста в Ульяновском училище связи. Научили нас стрелять по пластунски, по буму ходить и так далее. Училища связи, когда я закончила, мне присвоили звание старший сержант. Не лейтенант, а сержант старший. А рабочая работа – телеграфистка. Сразу после обучения 18-летнюю Тоню вместе с другими связистами отправили в Белгород, где формировался 156-й отдельный полк связи 69-й армии. Сразу же полк перебросили в Харьков, где намечалась Харьковская наступательная операция. Молодым девчонкам пришлось несколько десятков километров идти пешком до места назначения. Пришлось переходить в ноябре месяце, когда уже берега начинало замораживать, переходить холодную воду босиком. Все снимали, переходили эту речку по грудь. На втором берегу, на другом берегу одевали все снова. И нас гнали с километра бегом, чтобы не простудились, чтобы разогрелись. При этом они ни на секунду не расставались со своими 30-килограммовыми телефонными аппаратами СТ-35. В Харькове связистки и телеграфистки сразу приступили к работе. Но вскоре немецкая армия окружила город. Мы попали в окружение. Были как в плену уже в окружении. А в этом окружении и стреляли, и горело, и был дым, и темно как-то было. Ужасно было. Кто стрелял, не знаю, наш стреляет, не знаю, это. Немцы стреляют, только разрывы, и горит все. Как говорит Антонина Александровна, только благодаря уму командиров им удалось ночью выбраться из окружения. Но война продолжалась. Полк направили на Белгород. И опять бесконечные дороги. Уже из Белгорода девушки продолжили сообщать о ситуации на фронте. Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция была заключительной операцией Курской битвы. В землянках продолжали работать под бомбежкой, под обстрелом. Никуда не делись. Прямо на Курской дуге работали. Я участник Курской битвы. После победы наших на Курской дуге телефонно-телеграфный полк впервые за долгое время посадили на машины. Но немцы воспользовались этим и стали колонну пикировать с воздуха на самолетах. И на нашей машине стояла бочка с бензином. Почему ее поставили с девчонками рядом, с бензином? Вот он как спикировал, пуля попала в эту бочку, бензин сразу вспыхнул. Я выпрыгнула, а подруга не успела, так сгорела вместе с бензином. Но самое страшное случилось тогда, когда полк попал под прицельный минометный обстрел. Мины с визгом летели на живую колонну. Три машины были взорваны. Многие тогда погибли. И одна мина упала, вот как вот это вот, вот в метре от меня, мина упала. И не разорвалась. Чудо бывает на войне, так тоже чудо. Мина не разорвалась, еще повторяю. Я, когда она шлепнулась, я от нее бросилась в сторону. Думала, она сейчас взорвется, голову спрятала. А она не взорвалась. Ближе к Германии по дорогам передвигались с еще большей осторожностью. В качестве разведки высылали сначала одну машину. Когда она добиралась до места, то по радио те, кто там был, сообщали о ситуации. А потом случилось так, что у нас одна девчонка всех убили, когда на выезде всех убили, кто был в машине. А одну ни в живых, ни в мертвых не было. И мы ее цепью, все цепью зацепились. И ее, эта девчонка, искали этой цепью, чтобы ее найти. Но ее так и не нашли, так она без вести пропала. Всех убили, а ее одну взяли, видимо, с собой взяли. К слову сказать, в этой машине должна была ехать и Антонина Александровна. Но в последний момент ей стало плохо, и ее решили отправить на другой машине. Это ее спасло. Германия встретила советские войска пустыми безлюдными улицами. Когда мы поступили на территорию Германии, все дома пустые, ни одного человека нет. Все разбежались, боялись нас. Думали, мы, как явимся, будем им мстить за их зверства. А нам приказали не трогать их. Как говорит Антонина Александровна, постепенно немцы стали возвращаться в свои дома. После подписания акта о капитуляции нацистской Германии, 156-й отдельный полк связи 69-й армии не стали расформировать. Все лето 1945 года связисты-телеграфисты жили бок о бок с местным населением Берлина. Потом их перебросили в Тбилиси. Сразу после войны Антонина Александровна вышла замуж за Александра Георгиевича Ершова. И они приехали в Ульяновск. Ее мужа сначала назначили директором Вырыпаевской школы, затем Завраянов в Больших Ключищах. Потом направили в Ульяновск в партийную школу. Друг за дружкой у Ершовых родились сын и дочь. Сейчас в семье уже растут правнуки. В мирное время Ершова стала активным общественным работником. Несколько лет она являлась воспитателем в молодежных общежитиях и заочно училась на педагогах. Позднее Антонину Александровну приняли в Засвиярский райком партии. Там она 15 лет проработала с заведующей партийным кабинетом. До сих пор она входит в Совет ветеранов Засвиярского района города и бывает на его заседаниях. Как она сказала, сейчас главная ее задача – дожить до 75-летия Дня Победы. Великая Отечественная война победоносно завершилась! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok